здравствуйте дорогие телезрители вы смотрите программу консилиум я ее ведущий игорь шприц сегодня мы с вами приехали в зеленогорск 69 поликлинику которая является структурным подразделением сороковой больницы ну а сороковой больнице вы уже все знаете сегодня мы познакомимся вот с этой вот хорошей поликлиникой мы в гостях у главного врача этой поликлиники заслуженного врача российской федерации кандидата медицинских наук першина александра вячеславовича здравствуйте александр очень рад вас видеть но сразу хочу сказать что я не главный врач 69 поликлиники у нас один только главный врач это сергей григорьевич а ваша должность моя должность заведующий поликлиник она до за обычного банка вы все равно главный врач в этом здании я вот хочу сразу отметить что я повидал на своей жизни как всякий человек больной или не больной походил по поликлинику на такой красивый хороший чистый и вот такой дизайнерской поликлиники я вот еще не видел как вам это удалось вы занимались этим проектом мы старались когда мы участвовали в реконструкции этой поликлиники мы старались применить но наши знания которые получили в ничи военно-медицинской академии в наши родной альма-матер я являюсь полковником запаса и там нас учили что нужно сделать лечебно-охранительный режим так вот дизайн нашей поликлиники он относится к этому и действительно работает как как арт-терапия а что значит или лечебно-охранительный лучше меня интересует охраняется лечебно-охранительный режим это порядок это чистота это плановая работа это отсутствие криков это отсутствие плохих запахов ну такое благостное состояние когда который дал да это лечебно-охранительный режим да и самое главное отношение к пациенту отношение к больному оно должно пациент должен чувствовать что его тут его тут любят никаких грязных тряпок никаких там нянечек с какими-то там ворчащих да да ходят тут всякие да да оббитые стены линолеум в пузырях вот это вот меня как я зайду куда-нибудь это просто так ужасает у вас тихо 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 вот это все прекрасно а что значит реконструкция здесь что было до этого до этого до этого здесь была сорок первая больница вообще история вот этой сорок первой больницы шестьдесят второго объединения она очень интересно началась медицина зеленогорска с сорок четвертого года когда сюда начал народ при приходить и уже вот тогда было это здание она относилась к саперному батальону самокатному батальону финнов обслуживающий стоящий здесь полк егерский самокатчики это были велосипеды 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 потому что самокатный полк и это было действительно интересно сейчас вот частично я как как сопредседатель общества краеведов краеведов занимаюсь этим вопросом в свободное одно это интересно до знать что здесь был так сказать некий полк стоял за мокатчиков я смотрю что у вас ведь кроме дизайна кроме цветовой гаммы очень много картин еще развешиваем картины это нам предоставили наши зеленогорские художники с которыми мы дружим с которыми подружились сразу как только вот я начал работать в зеленогорской поликлинике в составе сороковой больницы и вот они предоставляют свои картины причем предоставляет абсолютно безвозмездно абсолютно с большим желанием и это действительно является арт-терапии там если я заметил ну такие довольно примитивные работы но есть очень высоких художествами чувствуется профессионал художники у нас разные и вот кстати приглашаю вас завтра на выставку у нас открывается ежегодная выставка объяснений осенний вернисаж называется ваш покорный слуга там также участвует своими работами а вы тоже пишите я в какой манере фото фото а вы фото художник но вы еще и краевед да еще и криви да еще и следуйте как бы творчество писателя андреева то есть вы краевед медик и как говорится эфилолог чуть-чуть все вместе ну хорошо мы теперь представляем с кем мы имеем дело это полковник подставки за за масса за разом то есть вы всегда еще можете это в лице готов взять свой стетоскоп и в лице в ряды действующие армии ну хорошо давайте хвастаться всякими вот я жду от вас лечебными достижениями что вот чем ваша поликлиника отличается от рядовых поликлиника то что она красивая удобная так сказать нас настроена заточена под людей это это сразу видно а лучше чем вы отличаетесь от таких обычных рядовых плеч чем вы можете похвастаться но можно по этому поводу сказать следующее город зеленогорск и те территории которые мы обслуживаем они уже давно образовались и врачи которые здесь работают прекрасно знают свой своих пациентов и вот мне кажется что мы можем отличаться если мы отличаемся чем-то от остальных то только тем что сейчас доктора понимают своих пациентов и пациенты понимают своих даже можно сказать что ваши врачи практически в силу малости города его крест они такие как бы семейные можно так и сказать а потому что они знают всех семьи это очень важно и это сам и это самое главное потому что в большом городе вот я там по рассказам я то сам сестраецкий большом городе человек предоставлен сам себе даже во врачебном отношении он должен сам решать куда пойти кому записаться что на что пожаловаться а семейный то врач он ведет человека человек как бы окружен некой аурой и семейный врач знает историю его семьи знает его болезни и знает его генетику может чуть-чуть даже даже не чуть-чуть а предугадывать развитие болезни и следить за состоянием предугадывать да мы все должны но вот действительно мне кажется что вот именно вот таким дружеским отношением друг другу и это я как заведующий стараюсь поддерживать и развивать а вы практикуете сами практикую я консультирую своих докторов вы терапевт я терапевт у а узкой моя направленность это гастроэнтеролог а вот какие вот кроме зеленогорск вот такой вот географические понять как что еще входит все чтобы не что примерно в зоне как говорится в зоне доступности как это сейчас называют шаговой доступности то есть где-то 16 18 километров радиус это у нас комарова то репина ушкова молодежная решетникова вот это вот наши постоянные контингенты примерно несколько десятков тысяч или постоянные контингент у нас порядка 17 18 тысяч человек но это зима зима увеличивается летом летом увеличивается пионер лагеря какие-то там или теперь это дом называется детский оздоровительный лагерь они входят как-то вам входит и работаем по ним летом потому что но у нас в нашей поликлинике есть еще и детское отделение конечно работа детского отделения увеличивается то есть вот эти все детские лагеря они подчиняются конечно городу но если в случае какой-то необходимости то детей везут до вам да везут к нам а какие-то проверки там или какие-то осмотры то что то что все положено делать это все выполняется осмотры проверки вакцинации то есть у вас получается очень такая многогранная деятельность широкая поликлиническая деятельность недооценивается вообще потому что поликлиническая деятельность это это в общем-то достаточно основной и самое трудное это фактически получается как передовая но до борьбы с болезнями это первые двери куда стучится больной да или даже не больной а здраво больница это уже как говорится уже получает уже отфильтрованных людей за линии фронта у вас передовая у нас передовая поэтому вот в этом-то и тяжело понятно то надо выходить по это осмотреть полковника и поставили на передовую но связи с этим тогда получается значит основная больница для вас сороковая если какие-то основная и наша родная больница и уважаемые любимые потому что без нее это большая поддержка то как она сейчас развивается это конечно я как врач со стажем а у меня порядка 37 лет врачебного стажа я могу сказать что такого я не видел в своей жизни темпов развития качество развития широты развития я горд тем что мы работаем сороковой больнице а как вы с ними взаимодействуете от упала есть больной какой-то чуть-чуть превышает возможности поликлинические или там довольно сильно вы туда отправляете то есть у вас вы фильтруете больных и распределяете либо в какие-то городские больницы направляете либо сороковой в основном сороковую больницу в основном сороковая больница сейчас сейчас принимает пациентов широ очень широкого профиля поэтому направляем только туда но знаем ее трудности поэтому стараемся и всячески помогать вот но и и и видим что и я и что еще могу сказать что никогда никогда у нас не было отказов от той помощи которые нам могут оказать всегда все доктора идут на встречу вот здесь есть еще такой большой крупное объединение онкологические больницы в песочной песочные находится под вашей гидой нет это это онкологическая служба в санкт-петербурге поставлена вообще в некоторые особые условия нет я про про население песочного чисто поликлинические это у нас немножечко расскажу про поликлиническую службу в курортном районе поликлиническая служба поставлена таки таким порядком у главного врача есть заместитель по амбулаторно-поликлинической работе на чкепе наталья михайлов она руководит работой всего поликлинического звена всей передовой а на передовой находятся три поликлиники шестьдесят восьмая которая находится в сестрорецке шестьдесят девятая это мы лиза сборки и семидесятая в песочная песочная большая горская вот и поликлиники руководит на чкепе наталья михайлов она организует эту работу централизует эту работу координирует эту работу а мы прикрываем вот такие свои участки а ну чисто такой военный ты так сказать крупный это я так объясняю чтобы понять не было потому что военных все понятно да все это у гражданских непонятно вот так и сейчас непонятно отсюда и до обеда и зачем и зачем понятно ну вот три поликлиники и ваша поликлиника вот что у вас такого есть особенного чем вы можете это слышал какие-то то ли не день здорового человека просто отделение здорово у нас есть дневной стационар дневной стационар дневной стационар это действительно очень хорошее мероприятие очень хорошее учреждение часть поликлинической работы которая и в финансовом в экономическом вопросе помогает работать потому что нахождение на дневном стационаре значительно уменьшает финансовые затраты по лечению пациентов и значительно помогает ну а что значит дневной стационар он приходит с утра к девяти и уходит во сколько приходит приходит к девяти часам и уходит как только заканчивается лечебная программа на намечены на данный день да человек приходит он приходит как от своего участкового доктора мы тут регулярно собираемся проводим но так отборочную комиссию то есть определяем очередность кого надо пораньше положить как то чуть-чуть может подождать но фактически кто хочет попасть в дневной стационар они все поступают но у нас есть еще и контингенты которые просто обязаны проходить дневной стационар просто у нас такой порядок это как это пенсионеры а это раз второе участники великой отечественной войны жители блокадного ленинграда труженики тыла вот это я здесь попросил своих докторов участковых чтобы они каждого из них раз в год как минимум чтобы они прошли через дневной стационар и получили профилактический какой-то курс восстановить с какими болезнями приходят поскольку это наши пожилые люди они конечно приходят со своими геронтологическими заболеваниями это ишемическая болезнь сердца гипертоническая болезнь и все возрастные заболевания в организма который уже так скажем во второй половине жизни все то что они накопили за свой за свою жизнь во время во время своей трудной жизни работы они все приносят сам и какая-то они получают куда поддерживающую терапию они получают терапию согласно согласно медико-экономическим стандартам по данному по данному виду заболеваний да но и еще самое главное что они получают помимо медикаментов которые они получают они получают еще кусочек доброты и глазки это да это хорошо это это хватает я думаю что я как старый врач думаю что это наверное самое главное что они с этим никогда не переборщили а вот они приходят и что кормят завтраком или обедом или не в новом стационаре нахождение в дневном стационаре не не предусматривает это но в нашем дневном стационаре мы их поим чаем фито-чай идут не это это они получают яс там они уходят домой но и как потом обычный до курс лечения сейчас вот раньше он был очень короткий но сейчас пришли новые медико-экономические стандарты и мы можем увышающие до увеличивающие нахождение и мы можем держать ну чуть ли не до 30 дней но это в зависимости конечно от заболевания от нозологической формы которая чаще всего люди в какое время года приходит это круглогодично они приходят круглогодично но тем не менее тем не менее можно сказать что в летний период болезни у них уменьшаются они все нормально работают на своих участках вот выращивают делают запасы а как только эта работа заканчивает они начинают резко восстанавливаться понять к осени количество таких чуть-чуть симулянтов возрастает есть люди которые ведь очень любят лечиться вот таких людей вы ведь не прогоняете наверно таких людей мы не прогоняем но как вот вот я уже сказал мы всех друг друга знаем но да поэтому те кто очень любит лечиться мы их знаем и соответствующим образом лечим есть те которые любят лечиться есть те которые любят жаловаться всякие есть люди но это мы относим также желание лечиться и любит лечиться это ведь тоже заболевали я помню такое объявление читал что просьба пациентов на кабинете врача написано не обмениваться симптомами это сильно затрудняет диагноз как же у человека что-то болит а у меня тоже самое вот болит понятно ну и вот в этот с такими пациентами скажем вы даете им какие-то вещества или медикаменты которые можно было им не давать но на всякий случай это как-то улучшает его состояние все-таки прокапали что-то сделали там физраствор нет на всякий случай мы не даем это все целенаправленно и опять как это ведь лечит не лекарства а лечит то как врач дает это лекарство поэтому как и боткин как и захарьин давая даже воду да и тем не зале соответствующими словами мы можем человека это его но надо мобилизовать его внутренние ресурсы а здесь мы действительно вот вы увидите дневной стационар хорошо вывод по окончании нашего разговора мы с вами пойдем вы нам все это покажете но это будет заключительной части а сейчас помимо значит дневного стационара еще есть у вас кабинет здорового человека есть центр здоровья есть центр здоровья работающий уже около трех лет работающий стабильно работающий хорошо он проводит скрининг состояние я все хотел спросить что вы делаете со здоровыми людьми а вы находите у них валия вам скажу старую такую поговорку здоровых нет есть недообследованные ну понятно но все равно но какие-то ведь есть стандарты ну понятно что у каждого человек что то есть кто-то 20 до обследований до обследования убитение до обследовала обследуем это первичное такое обследование ну вот в сороковой больнице больные люди там достаточно больные люди в поликлиниках так люди с симптомами там первый приход там второй приход жалуются вот здоровый человек у поликлинике этого я еще не видел но с удовольствием как поговорим на эту тему. А помимо центра здорового человека и дневного стационара, у вас обычные для поликлиники направления. Детское отделение, вы про него уже рассказывали. И какие еще? Все, что положено для поликлиник, для поликлинической работы, у нас есть полностью. Это участковая служба, 4 участка, 7 участков наших участков, и врачи-специалисты. Это хирург, травматолог, невропатолог, окулист, лорд, офтальмолог, онколог, дерматолог. Я понимаю, дерматолог, окулист и прочее. А онколог, что он занимается? Онколог занимается ранним выявлением онкологических заболеваний, ранней диагностикой. Это действительно сейчас важно. И ведет свою онкологическую линию. То есть раннее выявление, диагностика и направление уже по своему предназначению. Вот как раз вы говорите тогда, они уже... Вот эти фильтры онкологическая служба, ведь у нас в городе Санкт-Петербурге все поставлено достаточно стройно. Онкологическая служба, она работает и работает достаточно хорошо. А вот эти больные, которые он направляет в онкологические центры, они там, скажем, излечиваются, потом возвращаются, они снова попадают под наблюдение участкового терапевта и его консультирующего врача-анколога. После всяких химиотерапий. После всяких химиотерапий, иногда операций. То есть у вас получается, опять же, возвращаясь к такой военной терминологии, 17-18 тысяч человек, это, можно сказать, дивизия мирного времени. И вы главный врач. Увеличивающийся в летнее время. Увеличивающийся в летнее время боевых действий. Учитывая сейчас еще постоянный прирост наших мигрантов, которые увеличиваются, увеличиваются. Учитывая рост коттеджей, которые тут строятся. Ну понятно. А вот обращаются жители богатых коттеджей к вам? Или все-таки довольно редко пока еще? Знаете, ведь вот здесь можно сказать, здесь как в бане. Все голые. Поэтому, если они к нам приходят, то они приходят как нормально. Мы не знаем, насколько они богаты и насколько какой у них коттедж. Ну, бывают иногда там понты какие-то у человека такие. Или машины. Ну, перед врачом-то все одинаковые. Понты, да. Потому что можно, как говорится, бьюиком каким-нибудь или понтиаком. Удивить, да. Но не более того. А все равно что ты. Все равно зубы есть. Зубы, да. Нервы есть. А геморрой есть геморрой. Никому не нужен. А вот иммигранты, они к вам обращаются на основании чего? У них какие-то временные удостоверения и они попадают под ваши наблюдения? Если все идет правильно, как положено, то они должны пройти свою миграционную службу и пройти регистрацию. Регистрацию по месту, помнить работы. А какие-то инфекции, там все боятся же каких-то южных инфекций, восточных инфекций, какие-то там специфические лихорадки. Вы мне говорили тут в приватной беседе, что вы были главным врачом Лаусской армии. Вы-то с этим, наверное, сталкивались, да? Что там совсем другие болезни. Здесь действительно, вот сейчас есть такая проблема, есть такая проблема, но мы стараемся ее выявлять. Вот если он обратился, то используем весь наш потенциал поликлинический. Постараться с ним определиться сразу. Ну, то есть, здесь ваша консультация, тоже, поскольку вы помните и знаете, что может быть там в южных областях. Еще хочу сказать, что у нас очень хороший врач-инфекционист работает, Янова Васильевна, она работает с нами. Она профессионал, поэтому эти вопросы у нас перекрыты, хорошо. Еще хочу сказать, что очень хорошо поставлена служба птизиатрическая у нас в курортном районе. Тоже они реагируют очень быстро, работа у них алгоритмизирована оптимально для нашего курортного района, они уже знают, как и чего, поэтому все отрабатывается очень быстро. Да, вот птизиатры у меня моя мама в конце своей врачебной деятельности, она начинала как ушер-гинеколог, а потом ушла, стала птизиатром под Выборгом несколько санаторий, и основной контингент был с севера, со всяких зон, с колоний, просто шли. Еще можно сказать о том, что зачастую есть такие люди приезжают сюда полечиться. Специально? Да, специально полечиться. Вроде бы как и работать, но они приезжают сюда лечиться и вылечиться. Но в здравоохранении достаточно есть уже отработанные механизмы реагирования на такие факты. Понятно. Но все равно самое главное, оно было, есть и остается внимание к пациенту. Внимание к пациенту. Сколько в день проходит через Вашу поликлинику примерно пациентов? Порядка от 200 до 600 человек. Это очень много, да? А сколько у Вас врачей численный состав? Всего численный состав поликлиники около 120 человек, врачей меньше. Но ведь они как приходят? Они приходят, часть людей приходит на прием к своему доктору, часть приходит на консультацию врача-специалиста, кто приходит сделать флюорографию, кто приходит сделать прививку, кто приходит в женскую консультацию. Ну, каких-то неожиданных не бывает. Ну, правда, может быть, перед учебным годом. Неожиданности всегда бывают. Всегда бывают. Был случай, когда мы роды принимали здесь и приняли успешно роды. Мальчик, девочка. 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 Все, девочку отправили. Потом уже с мамой вместе в роддом. Она пришла в женскую консультацию и родила нам девочка. Были такие случаи. как положено. Ну, понятно. Понятно. Ну, хорошо. Ну, вот тогда, если вы не возражаете, вы обещали нам показать дневной стационар, давайте тогда пройдем туда. С большим удовольствием дневной стационар это очень мною любимое, потому что я все-таки стараюсь оставаться лечебником. Я слышал про неврологические дневные стационары, есть в городе, но про дневной стационар в поликлинике я вообще довольно редко слышал. Вот здесь как раз вы затронули эту тему. Наш дневной стационар, он такой очень интересный. Начальником дневного стационара является врач-невропатолог с хорошим невропатологическим опытом. Корни растут оттуда. С хорошим невропатологом. А врач дневного стационара, врач-кардиолог. Вот это два в одном флаконе дает очень изумительный результат. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем второй раз услышать. Если вы не против, пойдемте. Пойдемте. Александр Вячеславович, я смотрю, здесь все-таки зеленоватых тонов, все-таки расслабляющее, смягчающее. Это кто? Ну, цвета, можно сказать, я подбирал. А там наверху такие мягкие, такие чуть-чуть апельсиновые. И там тоже я. Но я хочу сказать, что здесь не только цвета. Вот вы посмотрите, тут вообще такая гармония. Зеленые шторы, восковые пастели, которые висят художника Градусова. Цвет подушек, наволочек, цвет линолеума. Вот оно все как раз и относится к тому лечебно-охранительному режиму и арт-терапии, про которую я немножко говорил. Хочу такой вопрос задать. Вот здесь палата, это что, общая палата? Я смотрю, здесь и пациентка, и пациент. Вы как-то смешиваете или нет? Нет, это вот как раз индивидуальный подход. Это семья, а поскольку у нас есть возможность семью лечить одновременно и в одной палате, и разделяем, мы им предоставляем такую возможность. То есть вы, получается, семьи подбираете еще по одинаковому, так сказать, ну, не болезни, а каким-то симптомам или в определенном возрасте у всех примерно одно и то же, да? Примерно одно и то же. Немного кардиологии, немного... Примерно одно и то же. Основное, что это... Невропатология. Основное ведь это что? Болезнь иммуниллаканта. Это что? Болезнь иммуниллаканта. Это болезнь старения. Все мы стареем. Это так называется? Болезнь иммуниллаканта, да. Мы начинаем ей болеть еще до того, как родились. А мы становимся философами еще не начинаем болеть, как эмануилкант, или все-таки? Иногда уже заканчиваю. Понятно. Ну и что здесь назначаются обычно процедуры? Какие-то капельницы? Идут инфузионные терапии, идет та, которая пациенту положена для восстановительного лечения, физиотерапии, идет герудотерапия, идет... Это пиявки, да? Пиявки, пиявочки, да. Ну вот как раз специалист по пиявкам рядом с нами, тут она владеет этой методикой. И, кстати, это очень полезная процедура. Я знаю, я сам разочек, на меня посадили пиявку на больной, это забедренный сустав, и я так лежу, и такой ласковый голос медсестры говорит, вы ей очень понравились. Я говорю, как? Я ей очень понравилась. Ну так, она говорит, сразу вас говорит, впилась. Она еще не всех может. Да, ну несмотря на то, что, кажется, вроде бы и примитивные создания, а интеллект у них есть. Понятно. Ну вот здесь часто бывают полностью палаты, все-таки там многовато. Да, да. Дневной стационар, дневной стационар работает, вот несмотря на то, что вроде бы сейчас мы видим свободные постели, а он выполняет всю плановую работу, которая положена для дневного стационара. И могу сказать, что вот в прошлом году по финансовым показателям они превысили, вот мы же сейчас, как медицина, она должна сама себе зарабатывать, сами на себя. Так вот, они наработали больше, чем план на полтора миллиона. Так это получается, что некоторые больные платят за дневную стационару? Нет, это МЭС, это оплата по обязательному медицинскому страхованию. А в медицинское страхование входит пребывание пациентов в дневную стационару? Да, да. Мы работаем по медико-экономическим стандартам, которые оплачиваются страховыми компаниями, как страховой случай. То есть, вот вы человека переводите на дневной стационар, ну, вернее, назначаете ему дневной стационар, а страховая компания должна знать об этом, да? Они это знают. Они не возражают? Нет, мы же все, все вот, все вещи, все, вся наша деятельность, она фиксируется административными органами сороковой больницы и передается на оплату в учреждения, оплачивающие медицинскую работу. То есть, не бывает... То есть, страховые компании. А, страховая компания не обладает правом вето на какие-то процедуры? Нет. 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 Дорогие телезрители, вы смотрели программу «Консилиум». Мы с вами побывали в 69-й поликлинике курортного района, которая охраняет здоровье жителей Зеленогорска и близлежащих поселков. Всего вам доброго и болейте до свидания.